Мы рады вас приветствовать в Центре современного искусства Ауру в мае месяце 2020 года. И вот мы продолжаем работать с расцветшими ирисами. Научное название этого цветка – сабельник. И мы с вами написали уже три портрета этих прекрасных цветов. Они оказались настолько сложными, что нам понадобилось больше времени, чем мы предполагали, и больше усилий. Мы немножко подустали, но не можем оторваться от того, чтобы продолжать с ними работать. И, конечно же, вспомнили нашего любимого художника Клода Мане, который был импрессионистом. И он сделал то, чего не могут себе позволить другие художники. Он сделал себе мастерскую под открытым небом. Ну, к середине жизни и к концу жизни он очень был богатым человеком. И он себе купил в Провансе, во Франции, такое поместье Жаверни. Он там сделал себе мастерскую, он там сделал себе дом, там, где прекрасно существовала его семья. И, конечно же, он развел огромный сад, который цвел весь год. Вот у него было такое обязательное действие, чтобы одни цветы менялись на другие по очереди. Одни отцветали, другие расцветали. Вот так по очереди, чтобы у него менялась, менялась все время картинка этих расцветших красивых растений. В общем-то, ему мало было одной земли. Он еще и развел пруд, и там лилии. И вы знаете, что он сделал с этими лилиями. Он сделал просто подвиг. Он написал огромные эти лилии, множественном-множественном распространении их по этой глади этого озерка, который он сделал. И такая была у него там как бы архитектура парковая, там, где он мог гулять, там, где он мог ставить свои мольберты. В общем-то, он домик свой держал только для того, чтобы перекусить, покушать, попить кофеечек, поспать и потом выйти на воздух. Потому что он считал воздух одним из самых главных своих преимуществ, когда он пишет живопись. Он обволакивал световоздушной средой все, что он видел, особенно расцветающие вновь и вновь цветы. И вот сегодня мы хотим продолжить это действие, пока у нас еще есть много-много ирисов фиолетовых. Вот бордовый, посмотрите какой, так, светло-голубой. Ну, желтый мы не нашли в Одессе, но мы его и не будем пока цитировать. И белый еще есть ирис. В общем-то, их где-то 5 или 6 видов расцветания, да, и вдобавок они немножко отличаются друг от друга тем, что они маленькие или большие, как бы дикие или возделанные. В общем-то, сложный цветок. Мы думали, что это девятилистник с Владимиром. Оказывается, что это двенадцатилистник. Сегодня мы повторим с вами конструкцию этого цветка и постараемся встать на место Клода Моне и написать такую поляну этих цветов, как будто мы только что вышли из своего домика, ну, в своем поместье, и эта поляна цветов прямо прыгнула к нам на холст. Давайте вот попробуем сегодня сделать такую картину. Когда мы поставили в такой бочоночек стеклянный хризантемы разных сортов и разных цветов, да, но мы их соединили между собой таким образом, что вот этот шар оказался мандалой, то есть узором, запакованным в шар, где каждый цветок друг с другом так сотрудничает, что образует как будто бы некий узор ботанический, понимаете? И вот мы сегодня также с вами будем действовать с нашими ирисами. Мы их будем выставлять один к одному так, чтобы получился узор, может быть фризовый, скорее всего, что фризовый. Вы возьмете тот холст, который вы хотите, я думаю, 60 на 70 или 50 на 60, это будет хорошо. Вот, и хочу вам показать, давайте, вот это я вам рассказала, а сейчас я вам покажу те работы, которые мы сделали. Это оказался триптих, но скорее всего, что этот триптих еще надо будет чуть-чуть дописать, чуть-чуть дописать. Сейчас, подождите, вот он, да, триптих, я его не могу держать, но по очереди сейчас покажу. Значит, вот был первый ирис такой вот фиолетовый, так, который мы написали и подписали на латинском языке ирис, так. Вот такой вот он нежный, конечно, надо будет здесь еще вуалечками пройти. Так, второй ирис мы взяли вот этот бордовый, но мы его прошли через кроплак розовый. Их надо будет каким-то образом соединить между собой, допустим, вот из этого цвета дать сюда чуть-чуть, а вот этот вот такой марганцевый цвет немного в этот ирис, ну, парочку мазочков, чтобы это была как одна картина, так. И третий вчера написали ирис голубой, светло-голубой. Вот он. Конечно, он немножко не закончен, здесь надо будет еще пройтись кое-где вуалечками по вот этим белым мазочкам, чтобы эти белые мазочки светились изнутри. Ну и, конечно, вот это. Возможно, где-то тоже надпись сделать на латыни, как называется, семейство ирисовых. Так, а Владимир, а Владимир, первый его ирис, вот какой, видите, рубленный такой, вот как архитектурная форма, похоже на Гауди. Гауди вот так вот свою Барселону выстраивал, он брал любого насекомого или любой цветок, и из этого цветка он формировал потом будущее строение. Поэтому они у него такие красивые, вот эти барселонские здания. Вот как архитектор подходит к такому действию, как написание цветка. Так, второй он, видите, развил такой цвет, то, что я и говорила, нижние три. Нижний этаж очень яркий и тяжелый, а второй этаж нежный, световоздушный, уже уходящий в перспективу световоздушной среды. Вот это второй у него. И третий, вот голубой, посмотрите, какой архитектурный Владимир сделал. Более архитектурный, чем он есть на самом деле, более архитектурный. То есть он больше делал углы вот этих вот прямоугольников, ромбов и даже квадратов. Ну, прелестные три работы, конечно, их нельзя составить в единый триптих. Сильно они разнятся между собой, и мы и не будем. Будем каждый в отдельности представлять как отдельную картину. Так, еще я хочу с вами поговорить, перед тем, как мы начнем писать картину, я хочу поговорить с вами о том, что я рассказывала на портретах цветов. И вот мы сейчас с вами разберем один цветок, и я вам еще раз покажу, что из себя представляет этот цветок. Смотрите, вот он, да? Я буду его разбирать. Вот черенок, видите, зеленый. Зеленый черенок. И вот нижний этаж, сейчас я их поотрываю. Три лепестка нижнего этажа. Раз. Два. Три. Они представляют собой прямоугольники, даже трапеции, которые согнуты под углом 90 градусов. И по ним сверху идет щеточка такая, мы ее назвали щеточкой, из тычинок, такая дорожка тычинок. Вот это нижний этаж, который идет основанием, прикреплен к самому череночку зеленому, да? Откуда идет кровеносная система к нему. Давайте мы оборвем их. Вот они. Раз, два, три. И вот я их и нарисовала. Смотрите, сейчас. Вот они. Раз, два, три. Вот череночек пошел. Так. Второй этаж. Второй этаж. Три листник, который идет между листами первого этажа. То есть на 60 градусов или на 30 градусов повернут второй этаж. Вот они. Я отрываю. Смотрите. Раз. Два. Три. Это второй этаж пошел. Вот они. Раз, два, три. Этот второй этаж, он уже вверх поднимается. Вот. Если первый этаж вниз опущены, три листика, да? То второй этаж поднимается вверх и защищает третий этаж и тычинки. Смотрите. Второй этаж. Вот. Раз, два, три. Напоминает овал. Овал. С закругленными немножечко такими волнистыми краями. Как будто бы кусочек шелка. Видите? И, конечно, тоже там, где он цепляется за ножку основного вот этого вот стержня, он немножко сворачивается этот вал. И тоже немножко тычинок у него есть. Раз, два, три. Это был второй этаж, да? Вот он, второй этаж. Третий этаж спрятан внутри второго этажа. Вот он, третий этаж. Это, вот он, я вам нарисовала, вот третий этаж. Смотрите, что происходит. Это тоже трелесник, который повернут как первый этаж. То есть мы с вами все равно научные работники. Мы все равно с вами подходим, как исследователи, да? Заходим вглубь цветка. И смотрите, что из себя представляет листик третьего этажа. Это прямоугольник. Вот я сейчас вам его показываю. Вот он. Прямоугольник с раздвоенной концовочкой, как у змеи этот язычок. Вот он, прямоугольничек, который вот так развернут. Раз, два, три. Смотрите, что дальше происходит. Внутри каждого из этих листиков, под ними, находится стрелочка. Сейчас я их сорву, и вы увидите. Раз, два, три. Сорвало, под ними спрятаны три вот таких вот стрелообразных, я не знаю, пестика это. Скорее всего, что пестик. Три пестика спрятаны. И они прямо на концовочке с таким, как стрела. Мы с Вовой их рассматриваем, как девятый, десятый, нет, десятый, одиннадцатый и двенадцатый лист. Ну, скорее всего, что это пестики, конечно. Будем так считать, что девяти листник и три пестика. А тычинок множество-множество. Вы поняли, что происходит? Какая красивая конструкция. Еще одно действие я покажу вам. Вот оно. Сам черенок, посмотрите, он тоже очень красивый. На черенке вот такие листы, которые напоминают сабли. И посмотрите, как черенок спрятан в эти сабли. Вот я нарисовала его. Вот он. Видите, как в такую книжечку. Видите, спрятан. И вот здесь по овальчику он прицеплен. И посмотрите, как они напоминают сабли. А давайте мы одну саблю разберем. Смотрите. Вот. Оно как книжечка. А потом раз и склеилась эта книжечка. И посмотрите, как саблю напоминает. Да, этот лист. Дальше, черенок пошел себе, пошел, дошел до следующего соцветия. Вот. И значит, это соцветия будущего нашего, будущего нашего цветка. Вот они, соцветия, да, которые должны расцвести. Поэтому у нас так долго стоят наши букеты. Одни отцветают, опадают, да, а другие лопаются и расцветают. И вот смотрите, каждое из соцветий прикреплено такой, как пергаментной бумажкой. Посмотрите, и она тоже как книжечка. Видите, она охраняет соцветия и даже обволакивает его, чтобы охранить его от мороза, от холода, да. Это же будущие вот дети, внуки, да, вот они расцветать должны. Поэтому растение так, смотрите, оберегает это соцветие, пока не вылупится там вот такой вот узенький-узенький, свернутый в спиральку, вот такой бутон красивый. Потом он больше делается, больше. Потом он лопается и превращается в этот девятилистник. И чем выше, тем тоньше. Чем выше, тем тоньше этот череночек. И в шахматном порядке, видите, идет это соцветие. Ну просто в такой восторг впадаешь, когда смотришь, как, ну кто, Господь распорядился вот с этим растением, понимаете, и вы понимаете его математическую и геометрическую направленность и его совершенство. Вы когда понимаете его совершенство, вы впадаете в такой, знаете, восторг неимоверный, что не хочется вообще с этим цветом никогда прощаться. Хочется как можно больше, как можно больше, пока он цветет, его рисовать. Ну, сегодня у нас сад, да, вот это мы запомнили, и пусть вот эта геометрическая, графическая карта стоит перед нами, чтобы мы могли ею пользоваться. И, возможно, и, возможно, где-то на каких-то работах можно графическим образом, допустим, вот здесь внизу, графическим образом показать вот это вот расцветание. Сейчас я вам покажу. Сейчас, секундочку. Вот оно, да? Это мы сфотографировали. Вот это расцветание можно показать графическим образом, то разрезать бутон, то трилистник показать, то один лист показать, как с тычинками выглядит, то черенок показать с развивающимся, то вот эту вот бумажку, то сам лист сабельника можно вот здесь процитировать и сделать еще сильнее информационную наполняющую этой нашей живописной картины. Посмотрите, какой красивый бутон, когда он разрезанный, посмотрите, что там творится в этом бутоне. Вот они, эти щеточки, так, и дальше сложенные, сложенные эти девятилистники таким образом, что внутри бутона не поймешь, что происходит, пока он не распустился. Очень-очень красивый цветок. Ну, а выглядит он, конечно, ну, вот так он выглядит, да? Вот это горный, горный ирис нам прислали девочки, которые живут в горах, наши студентки. Вот. И давайте мы с вами сейчас возьмите холст, тот, который у вас есть. Холст, который у вас есть.